Музыка Чистота, порядок и соблюдение инструкций. Главные принципы в работе Вероники Николаевой, специалиста по охране труда Нюрбинского комбината. Окончив московский вуз, вернулась домой. Признается, работа в алмазодобывающей отрасли – ее давняя мечта. С детства я мечтала работать на производстве, поэтому я больше внимания уделяла таким предметам, как физика, черчение, математика. И поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. После этого у меня моя мечта сбылась, и я на производстве. Вероника работает в алмазной компании с мая этого года. Все благодаря республиканской программе стажировок молодых специалистов на производственных предприятиях Якутии. Ее разработали в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Такое соглашение в начале года заключили Республиканский комитет занятости и компания «Алроса». По этой программе в службу производственного контроля Нюрбинского комбината устроились два молодых специалиста. Чтобы новым работникам было легче освоиться в коллективе, на помощь пришли опытные наставники. Как человек, молодой специалист, познал свои хорошие теоретические знания, и сейчас мы их внедряем в практику. Ну, в принципе, впечатления хорошие, но, так скажем, век живи, век учись. Сейчас теоретические знания у нее очень высокие, и мы их реализуем на практике. Вахта в 28 дней для Вероники проходит незаметно. Интересная работа и главное – желание вносить свой вклад в развитие алмазной компании. «Несложно работать вахтовым методом, потому что я молодой специалист, и для меня нужен опыт работы, стаж работы, так что я готова работать». Республиканская программа по привлечению местных кадров запланирована до 2022 года. В этом году в Алроса организуют стажировку еще для 10 молодых специалистов с возможностью последующего трудоустройства. Горники Нюрбинского комбината в этом году получили в работу новый буровой станок и импортная техника фирмы «Атласкопка». С этой маркой уже давно знакомы и на других алмазных месторождениях Алроса. «Он будет обуривать взрываемые облака на карьерах для производства массовых взрывов, для отгрузки горной массы из карьера, а также для бурения контурного ряда на карьерах. Техника производительная, подходит под наши параметры отработки. Ожидаем большие от него результаты». Его будут использовать для бурения взрывных скважин. Задействуют на трубках Нюрбинская и Бутолбинская. По словам самих горников, новая модель позволит бурить быстрее и на большую глубину. Также он намного удобнее в управлении. Дизельная электростанция Нюрбинского комбината снабжает электричеством всю Накынскую площадку. И уже осенью станция перейдет на сырую нефть. И благодаря этому снизится стоимость электроэнергии. Осенью электростанция Нюрбинского комбината, можно сказать, переживет второе рождение. Начнет работать на альтернативном топливе. Вместо дорогого дизеля ее будут заправлять очищенной нефтью. Вы видите трубы. По нижней трубе поступает нефть. И вот здесь, непосредственно в этой установке, она очищается. Вот это, как я говорил, центрифуга под действием центробежной силы. После происходит догрев нефти до необходимой температуры. Трубчатый подогреватель, полоснический подогреватель, паяни. После этого возвращается уже непосредственно очищенная нефть в емкость. Еще несколько лет назад «Волросы» начали сокращать затраты на покупку топлива. Вместо дорогостоящего дизельного решили постепенно переводить работу энергообъектов на сырую нефть. Так, этой осенью один из главных объектов на Кынской площадке переведут на альтернативное топливо. Важно, что новые двигатели двухтопливные. При отсутствии нефти они могут работать и на дизельном топливе, в зависимости от потребности производства. Электростанция работает в Накыне с 2003 года. Договор о ее модернизации подписали в 2016 году. Альтернативное топливо будут доставлять сюда спецтранспортом с нефтебазы ОМТС. Станцию переводят на альтернативное топливо, сырую нефть, для удешевления стоимости производства электроэнергии. Стоимость производства электроэнергии, соответственно, повлияет на себестоимость выпуска одного карата алмазов. Сейчас на станции заканчивают строительно-монтажные и пусконаладочные работы. В здании, пока еще дизельные электростанции, это конечный пункт. Отсюда и распределяется электроэнергия на производственные площадки и поселок Накын. По оценкам специалистов, альтернативное топливо позволит существенно снизить производственные расходы в целом по компании. Только в ближайшие 10 лет от этого ожидают экономию в 5 миллиардов рублей. Модернизация промышленных площадок – часть реализуемой программы. По повышению операционной эффективности и снижению расходов «Алроса». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok